Первые симптомы – это головная боль, головокружение, мелькание мушек перед глазами, может появиться тошнота вплоть до рвоты, когда уже будут теряться микроэлементы, электролиты и вода из организма, общая слабость, сонливость, могут быть даже судорожные подергивания мышц. Дети в случае перегрева могут быть как заторможенными и сонливыми, так и наоборот, чрезмерно возбужденными. Любое неадекватное поведение малыша на жаре – повод обратиться к врачу. Для младенцев прямые солнечные лучи опасны, те, кто постарше, должны гулять в панамах, желательно белого цвета. Взрослые с хроническими заболеваниями в жару должны строго следовать графику приема лекарств. Всем без исключения нужно внимательно следить за собственным самочувствием и тех, кто находится рядом. От незначительного перегрева поможет минеральная вода. В более серьезных случаях нужно незамедлительно вызывать врача. В первую очередь нужно вызвать бригаду скорой медицинской помощи. Пока бригада в пути, нужно стараться оказать помощь доврачебную самим, неотложную помощь. Что она в себя включает? В первую очередь нужно устранить воздействие теплового фактора, то есть перенести пострадавшего в тень либо в прохладное помещение. Нужно освободить пострадавшего от стесняющей одежды. Нижние конечности приподнять под углом 30-45 градусов. Это нужно для того, чтобы кровь от нижней половины тела больше поступала головному мозгу, потому что в период перегревания гипоксия имеет место быть.